Робот-ребёнок для тренировки врачей Хёнде займётся разработкой экспериментального транспорта с максимальной мобильностью Казанский вертолётный завод сертифицировал новый тренажёр для подготовки пилотов Об этом и не только в ближайшие минуты Робот-ребёнок для тренировки врачей В Японии начнут обучать детских донтистов в условиях, максимально приближённых к настоящей врачебной практике Для этого разработали человекообразного робота в виде пятилетней девочки Она ведёт себя точно так же, как испуганная малышка, попавшая на приём Активно двигается, кричит и закатывает глаза Будущим врачам необходимо провести манипуляции в ротовой полости робота в таких условиях Медработникам действительно нужна практика работы в экстренных ситуациях Это очень важно, получить опыт работы в условиях, когда что-то идёт не так И робот как раз может симулировать такую ситуацию Получить опыт в детской стоматологии очень сложно В дополнении всегда есть риск, что ребёнок будет вести себя неспокойно Ведь дети не могут совладать с собой, когда их физическое состояние внезапно ухудшается Робот-пациент может активно двигать как телом, так и губами, языком А зрачки реагируют на свет так же, как и человеческие Симулятор управляется удалённо В будущем роботов детей могут использовать не только для обучения педиатров, но и специалистов других профессий Мы планируем развивать этого робота и для других людей, которым необходимо взаимодействовать с детьми Например, для будущих матерей, учителей начальных классов, воспитателей детских садов и нянь Они тоже могут тренироваться на роботах Напомним, ранее робота для практики донтистов также представили в России Правда, он имитирует не ребёнка, а взрослого пациента За основу взяли человекообразного робота Робо-Си, пермского разработчика Промобот К имеющемуся функционалу добавили умную челюсть Она анализирует манипуляции врача, момент касания зуба, отслеживает температуру точки соприкосновения зуба инструмента А также давление, которое оказывается на зуб В случае, если студент допускает ошибку, робот сообщает об этом нарушении Таким образом, будущих медиков планируют обучать с первого курса Hyundai построит новый центр разработки испытаний экспериментальных транспортных средств с максимальной мобильностью Здесь планируют разрабатывать автомобили повышенной проходимости Одним из первых станет машина с ногами Согласно концепции, авто сможет передвигаться как на колесах, так и на гибких роботизированных лапах В места, где колесный транспорт проехать не сможет, например, в горах и на бездорожье Автомобиль можно будет перевести в специальный режим Согласно концепции, с помощью ног машина способна перешагивать, подниматься и спускаться соответственных уступов Как пишет New Atlas, для транспортного средства также разработают датчики и системы управления Которые смогут автономно выбирать, какой из режимов наилучшим образом подойдет для местности Такие машины будут полезными в сельской логистике, строительстве, добыче полезных ископаемых и даже в космических операциях Казанский вратолетный завод сертифицировал новый тренажер для подготовки пилотов Симулятор позволяет отработать профессиональные навыки, необходимые для управления вертолетом Ми-38 Тренажер будет использоваться для подготовки российских пилотов гражданской авиации и тренировок действующих членов летных экипажей Как сообщает Ростех, симулятор оснащен виброакустической платформой, имитирующей движения и звуки вертолетов в зависимости от условий полета Тренажер позволяет воссоздать любые погодные условия Видимость, облачность, атмосферные явления, время суток, простые и сложные метеоусловия Система визуализации включает Казань и горно-лесистую местность районов Адлера Это неповторимо, здесь это все масштабнее и по ощущениям ничуть не уступает На этом сегодня все Смотрите iNews каждый день на телеканале Татарстан 24 И будете в курсе всего самого интересного До скорого Субтитры создавал DimaTorzok